Новый Need for Speed теперь, похоже, будет аниме. Да, пока вы пребываете в небольшом лёгком шоке, сразу же хочется отметить, что, похоже, не будет никакого продолжения прострита, а также Need for Speed Shift, как я думал. Поэтому все наши надежды рушатся прямо сейчас у нас на глазах. Всем привет, друзья! С вами Дима Ванпойнт, и сегодня я вам расскажу и объясню один слух, который пустил наш любимый Джефф Граб. В чём суть дела? Он рассказал, что в игре будет фотореалистичный художественный стиль, смешанный с некоторыми элементами аниме. Серьёзно? Аниме в гоночной игре? При этом ещё и с фотореалистичной графикой? Что это вообще такое? Знаете, когда вы видите рекламу автомобиля или что-то в этом роде, и машина едет, но потом с неё начинают лететь мультяшные языки пламени и прочее, это та эстетика, к которой они, разработчики, кажется, стремятся. Также он отметил, что действие игры развернётся в городе под названием Лейк Шор в вымлечной версии Чикаго, мультиплеер вернётся в виде автолок. Ну а до этого он говорил, что игра выйдет только на консолях следующего поколения, это Xbox Series и PlayStation 5, а также на ПК. На самом деле, причин сомневаться о компетентности инсайдера Джеффа Граба нет, потому что он достаточно часто попадает в точку, и в данном случае он попал в точку. Сейчас вы видите геймплей, который исцелили где-то год назад, и это была якобы Need for Speed. В тот момент, год назад, я не придал этому никакого значения, потому что думал, что это совсем какой-то непонятный футаж. Это может быть даже не Need for Speed, а любая другая какая-то мобильная гонка, поэтому про это я даже не рассказывал, несмотря на то, что все зарубежные блогеры по гоночным играм про это рассказали. Но вы знаете, я тут стараюсь вас совсем уж всеми слухами не кормить, а то так может голова поехать. Но тем не менее, Джефф полностью подтвердил этот геймплей годичной давности. Да, у нас здесь есть типа фотореалистичная графика, да, у нас есть вот эти мультяшные или анимешные всякие языки, пламени, дым, страйпы и прочие вещи. Кто-то уже может сейчас разочароваться и написать в комментарии, что как так? Я хотел либо ProStreet, либо Need for Speed Shift, что-то такое, чтобы это было максимально реалистично. Но знаете, что я вам скажу? Я лично понимаю Electronic Arts, почему они стремятся именно в эту степь. Потому что, например, у нас есть Fortnite, да, и как вы понимаете, Fortnite это достаточно популярная игра. Им нужно, просто необходимо делать стилистические акценты для того, чтобы привлекать новую аудиторию. Я про это, кстати, делал однажды целый большой ролик, где, в принципе, разъяснил всю эту ситуацию, почему стараются привлечь новую аудиторию, почему это правильно, а почему это неправильно. Если что, всплывашка вот тут. Ну давайте по порядку. Почему это Need for Speed, скорее всего, будет не такой, как мы к ней привыкли. Как вы знаете, некоторое время назад Electronic Arts купили Codemasters. А это получается, что они получили доступ к таким играм, как Formula 1, Dirty и, конечно же, Grid. А как вы помните, под эгидой Electronic Arts уже вышел один грид, и это Grid Legends. Исходя из этого всего, Electronic Arts теперь не нужно делать Need for Speed, который будет угождать и каким-то более-менее хардкорным игрокам, например, лфагам, как я, а также новичкам, которые хотят максимальную понятную, легкую, погладистую физику, то, что они видят, например, в тех играх для мобильных телефонов в серии Asphalt. Поэтому, скорее всего, стратегия какая? Если вы хотите симулятор, то у Electronic Arts он есть, это F1. Если вы хотите что-то, плюс-минус симуляторное-аркадное, чтобы сильно не заморачиваться, есть Grid либо Dirt. Ну если что, я про Dirt 5 говорю, понятное дело, что Dirt Rally это немножечко другое, это всё-таки симулятор, но вы, в принципе, меня поняли. А для тех, кто хочет просто врум-румкать и максимально не заморачиваться над тем, что происходит в поворотах, как нужно правильно заходить по Apex, либо не по Apex, будет Need for Speed. Конечно же, найдутся те, которые скажут, ну, Need for Speed уже не тот, зачем они так сделали? Понятное дело, но я вот тут именно за тем, чтобы объяснить вам, почему, скорее всего, они так сделают. Поэтому следующий Need for Speed, это, скорее всего, дань моде вот этой вот Fortnite культуре. Хорошо это или плохо, решать только вам, но я всё-таки склоняюсь к тому, что аудиторию зарабатывать новую как-то нужно. И вот такие изменения могут вполне себе пойти на пользу. Вы меня можете резонно спросить, Дима, а не слишком ли резко они поменяли вот этот вот акцент в графике, вот с этими какими-то мультяшными эффектами? На самом деле нет, потому что ещё на момент 2009 года выходил один Need for Speed, который был ответвлением от серии. Этот Need for Speed назывался Найтро, вышел он на Nintendo Wii и на Nintendo DS. Игра была максимально своеобразная, но своими крутыми фишками и задумками. Понятное дело, что в неё не так много людей поиграли, но, тем не менее, это достаточно интересное ответвление, в которое точно стоит поиграть фанатам Need for Speed, хотя бы чисто для того, чтобы знать, в чём её приколы. Поэтому в целом графически новый Need for Speed, скорее всего, будет напоминать вот этот вот Need for Speed Найтро. Ну а если совсем обобщать, то новый Need for Speed это будет просто асфальт с какими-то мультяшными эффектами. Кстати, один из героев игры, либо главный герой, у нас будет девушка. Есть уже арты по ней, и, конечно же, на этом слитом альфа-футаже она также присутствует. Поэтому благодаря сливам Джеффа Граппа, а также вот этому геймплейному альфа-футаже, который вышел целый год назад, мы теперь плюс-минус понимаем, что нас будет ждать в следующем Need for Speed. Изменения достаточно критичные, да, но я верю, что к этому мы сможем привыкнуть. Ну а если не захочется привыкать, то у нас всё-таки есть Гриды, Дёрты и также F1. Forza Horizon 5 никуда не делась, ну и Gran Turismo 7, которая относительно новинка. Это, получается, самая свежая гоночная игра на данный момент. Да, конечно же, в RF-эй проблема в неё поиграть, но, тем не менее, эта проблема кое-как решается. И, как видите, я эту проблему решил. Просто замечательно, что наконец-то вырисовывается картина по каким-то следующим гоночным играм, которые мы ожидаем. Только осталось подождать, что же у нас будет там с Test Drive Unlimited Solar Crown, потому что почему-то они затихли прям совсем. Ну а я напоминаю, что меня зовут Дима One Point, мой канал посвящен гоночным играм, и если вы вдруг ещё не подписались, то вы пропускаете очень много интересной информации, поэтому обязательно это делайте, ну и не забывайте ставить лайк под этим видео, а также пишите в комментариях, как вы думаете насчёт смены концепции Need for Speed. Хорошо ли это или плохо? Я донёс до вас свою точку зрения, поэтому обязательно выражайте свою в комментариях. Как всегда, самый интересный комментарий я поставлю под него лайк. Всем огромное спасибо за просмотр и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok